Итоги недели О главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы Готовность номер один В Бресте активно работают комиссии по приемке учреждений образования В центре внимания организация условий для обучения, отдыха, приема пищи, безопасность детей Заварить нельзя оставить Где будем ставить запятую, быть или не быть мусоропроводом в Бресте Тему изучали наши корреспонденты Как собирать грибы в лесу, какие, где Совету опытного грибника и практически изыски новичка 15 хендлеров со своими красавцами-питомцами собрались в Бресте Три дня в областном центре проходят соревнования лучших кинологов из Беларуси и России Кубок Зубра-3 В эфире итоги недели и мы начинаем До нового учебного года чуть больше двух недель Поэтому неудивительно, что наш выпуск мы начнем с материалов, в которых расскажем О подготовке учреждений образования города Бреста, Ленинского и Московского районов Горячей паре Кстати, Московский в этом году получит важный и нужный объект Новый детский сад И это прекрасно, но и функционирующие не должны ничем отличаться Потому на протяжении летнего периода в стенах школ, гимназии, лицеев, детских садов кипит ремонтно-строительный процесс Меняются окна, кровля, инженерные коммуникации Преображаются предметные кабинеты, коридоры, пищеблоки и спортзалы И только после того, как специальная рабочая комиссия, в состав которой входят представители разных областей Даст оценку проведенной работе учебные заведения города смогут принять учеников Вместе с экспертными комиссиями на приемку учебных заведений отправилась и наша съемочная группа О последних штрихах большой работы материал Ларисы Осмолович В состав экспертной комиссии по приемке учебных заведений входят представители администрации района Управление по образованию и санитарных служб На комплексную проверку дается час За это время специалисты должны дать заключение Готовы ли школа или детский сад принять учеников 1 сентября О проделанной работе и готовности детского сада номер 20 Заместитель заведующего Марина Волчевская рассказывает уверенно Порядка 120 воспитанников ждут светлые группы со всем необходимым оборудованием Игрушек и для девчонок, и для мальчишек здесь достаточно Дидактический материал в наличии И совсем скоро здесь зазвучат веселые голоса ребятишек В полном порядке и пищеблок Претензий со стороны санитарных врачей нет Ну а участок для прогулок поражает своим великолепием Здесь прям-таки ботанический сад Видно, что коллектив всю душу вкладывает в то, что делает Помимо этого, радует глаз и веранды, и игровое оборудование Все сияет яркими красками В наступающем учебном году у нас планируется обучение 120 воспитанников В возрастных группах первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая Также у нас функционируют две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи Среднего и старшего возраста Кадрами мы укомплектованы У нас достаточно хороший кадровый состав Педагоги со специальным дошкольным образованием С высшей и первой категорией Есть молодые специалисты, начинающие воспитатели Но потенциал хороший Хорошие результаты подготовки к учебному году начальной школы детского сада номер два Стали возможными благодаря совместной слаженной работе педагогов, родителей и спонсоров Которые приняли участие в подготовке к новому учебному году И в целом все учреждения образования Ленинского района уже имеют паспорта готовности А это значит, что все сделано по первому разряду Самый большой упор, может быть, такой глобальный, можно было бы сказать Мы делаем на три точки В этом году у нас идет реконструкция двух пищеблоков Это пищеблок средней школы номер 27 И пищеблок средней школы номер 18 На пищеблок средней школы номер 27 Из областного бюджета Выделено 1 миллион 50 тысяч белорусских рублей На пищеблок средней школы номер 18 Выделено полтора миллиона Кроме двух пищеблоков в этом году мы проводим реконструкцию бассейна средней школы номер 9 С момента строительства бассейна, конечно, мы тоже к нему глобально не подходили Кстати, бассейн девятой школы выполняет у нас очень, скажем, значимую функцию Значительную функцию Поскольку весь образовательный процесс в части обучения детей плаванию в Ленинском районе А это единственный бассейн, проходит как раз на базе девятой школы На проведение этих работ у нас из областного бюджета выделено 2,6 миллиона рублей То есть это большие деньги Средняя школа номер 27 переживает настоящий апгрейд Здесь меняется все и вся Упор на пищеблок К первому сентября он будет готов Завершаются строительные работы, готовятся к монтажу кухонное оборудование Работы ведутся практически 24 на 7 С 1 июня 2023 года в школе проводится капитальный ремонт пищеблока На данный момент это уже завершающая стадия ремонта Я думаю, что до 20 августа 2023 года ремонтные работы будут закончены Значит, созданы определенные зоны Зоны для того, чтобы питались дети Зоны овощной цех создан Значит, мясо рыбных, горячий цех Создано специальное помещение для холодильного оборудования Значит, отдельно для мытья посуды Детская для мытья кухонной посуды И, естественно, создана большая зона для принятия пищи Рассчитанная на 220 посадочных мест Следует отметить, что учреждения образования Ленинского района в 2023 году Входит в республиканский пилотный проект организации питания Пилотный проект будет включать организацию питания, наверное, можно говорить, более качественно То есть с начала учебного года в Министерстве образования Разработаны технологические карты новые по питанию Питание школьное будет приближено к питанию все-таки домашнему То есть будут учитываться интересы детей, предпочтения детей И надеемся, что и отходов после обеда, завтрака и так далее школьных Будет гораздо меньше, дети с огромным удовольствием будут приходить в учреждения образования Немножко меняется режим организации питания Будем давать возможность детям чуть-чуть с утра проголодаться И питание будет организовано через 2-2,5 часа от начала работы учреждения образования Так, чтобы дети позавтраков словно дома Могли второй завтрак принять в школе уже чуть-чуть проголодавшимися Вот под эти нужды мы тоже запланировали достаточный денег Вообще в этом году у нас 9 учреждений образования Ленинского района Будут включены в пилотный проект по организации питания В 27-й школе проводится полная реконструкция прилегающей территории В частности входной группы приобрели новый вид и другие помещения Все учреждения образования Ленинского района укомплектованы кадрами Встреча педагогов и учащихся 1 сентября пройдет в праздничной обстановке Мне хотелось, чтобы все дети за лето отдохнули, чтобы они были здоровы Чтобы с огромным удовольствием пришли в наше учреждение образования Мне бы хотелось, чтобы те дети, которые придут в первый класс Обязательно нашли любимого учителя для себя А учителя наши все, пускай в каждом ребенке видят любимого, лучшего ученика Пускай в школу будет только комфортно Чтобы мы не знали никаких бед, проблем Давали хорошее знание, качественное Чтобы дети оставались в нашей родной стране Работали на благо родного города, на благо Республики Беларусь Готовность номер один объявлена и в Московском районе Бреста Сейчас все силы сконцентрированы на новом детском саду под номером 8 Сегодня строители на завершающем этапе работы Стройка похожа на муравейник Все заняты делом и уверяют, работы будут выполнены в срок Мы всегда рады строить такие объекты И эти объекты у нас не первые С удовольствием будем строить и дальше На данном этапе объект на завершающей стадии Мы за август месяц планируем объект доделать Ввести его в эксплуатацию Сегодня завершается благоустройство Отделочные работы Все системы здесь, сети сделаны, выполнены Грубо осталось поставить изюминку на пироге Лоску навести, порядок привести и передать в эксплуатацию Этот детский сад ожидали без преувеличения все жители микрорайона ЮЗМР-5 Здесь проживают молодые, многодетные семьи И учреждения образования в шаговой доступности Это ли не подарок ко дню знаний? Сам детский сад просто поражает своими просторными помещениями Здесь все продумано до мелочей И все для того, чтобы и детям, и их педагогам было комфортно и уютно Открытие этого нового современного детского сада мы ожидаем давно И это уже скоро случится В детском саду будет функционировать 19 групп Три из них для детей с особенностями психофизического развития Проектом предусмотрено в учреждении функционирование сенсорной комнаты Развивающей комнаты, комнаты психологической разгрузки Поэтому для детей с особенностями психофизического развития Будет обеспечена полная коррекционно-педагогическая помощь И главное, своевременная Будут работать из-за студии Комнаты для детского и ручного творчества Будет работать комната по обучению воспитанников Основам безопасности жизнедеятельности И многое другое Открытие восьмого детского сада осталось ждать совсем недолго А вот в старейшей школе Бреста четвертой Осталось навести последние штрихи Здесь сочетается все Современная обстановка и какая-то домашняя уютность Новенькая мебель и уютные росписи на стенах Находится место множество книг, пособий, компьютеров Придя сюда, уходить даже учитывая ремонт совсем не хочется А все благодаря тому, что здесь работает не коллектив Работает семья, большая, состоящая из педагогов, учеников и родителей И если одно из этих звеньев что-то задумало Все решают задуманное выполнить Объем работы этого года огромный Использованы средства бюджетные Но энтузиазма спонсорского, родительского и собственного более чем В этом году, конечно, мы очень много сделали Мы все работы выполняем, конечно, хозяйственным способом С помощью наших коллег, педагогов, работников техперсонала и родителей Родители настолько помогают всегда Что я им безмерно благодарна Вот три стены школы мы за два года, значит, обложили собственными силами Кровельным этим материалом А в этом году, значит, сделали Вот этот кабинет, выполнен силами родителей Сделан кабинет труда Кабинет физики мы немножко так его косметически реконструировали И все силы были вложены в ремонт коридора Потому что это была глобальная замена стен Мы штукатурили по новой Делали покраску Делали, значит, ламинатом панели Сегодня из бюджета на проведение капитальных и текущих ремонтов Выделено свыше трех миллионов рублей Откроет 1 сентября свои двери учреждения дошкольного образования В микрорайоне Юго-Запад-5 Сегодня в стадии изготовления проектно-сметная документация На новую школу в этом микрорайоне На тысячу мест Сегодня у нас в стадии завершения работы По капитальному ремонту пищеблока в 31-й школе Который будет оборудован по последнему слову Современной техникой Сегодня мы проводим работы по текущему ремонту Это ремонт кровель, ремонт фасадов Сегодня идут косметические ремонты в спортзалах, в рекреациях И все это даст возможность прийти нашим учащимся И надо отметить, что с каждым годом мы прирастаем В этом году по прошлому году Мы прирастем еще плюс 1600 учащихся В комфортные, уютные учреждения образования Которые позволят им добиваться успехов Активно идет модернизация пищеблока Как внутри, так и снаружи В 31-й школе Это стратегически важный объект Он находится под контролем Московской администрации Уже к сентябрю Здесь появится современное кухонное оборудование И новая мебель в столовой Перед строителями стоит задача Не только справиться с объемом работы Но и сделать все срок и качественно 18 учреждений образования Московского района Входят в республиканский пилотный проект По организации питания Пристальное внимание уделяется закупке Торгово-технологического оборудования Которое позволит вывести организацию питания На более новый, качественный уровень Мы закупили более 50 единиц Торгово-технологического оборудования Сегодня мы закупаем мебель Мы закупаем мебель в классные комнаты Мы закупаем мебель в обеденные залы Мы закупаем мебель в актовые залы Поэтому очень большая работа Проводится по подготовке к новому учебному году Помимо апгрейда пищеблока В средней школе номер 31 Делается косметический ремонт в классах Освежается краска на стенах и потолках Окрашиваются полы Ремонтируется мебель Производится замена окон Выполняется мелкий текущий ремонт Ничего не остается без внимания Выделяются бюджетные средства А также используются средства Полученные от внебюджетной деятельности Покраска стен, пол Возможно существует какая-то деформация Тоже ее устранение Замена стендов Замена обновления учебных пособий Это косметический ремонт А текущий ремонт Это уже полностью Как в этом учебном году У нас осуществлено 5 кабинетов текущего ремонта Там уже и побелка потолка Стены в соответствии с санитарными нормами И правилами Приведены пол И замена там ролет Частично мебели Если резюмировать 1 сентября Во всех учебных заведениях Бреста Прозвенят первые школьные звонки Оповестив детей о начале учебного года А взрослых о том, что обещания они выполнили Продолжаем программу Практически любое удобство За всю историю развития современного общества Являлось порождением человеческой лени Чтобы не бегать за водой К колодцу изобрели водопровод Надоело ходить пешком Появился велосипед Надоело мести квартиры вениками Изобрели пылесос А вот когда человеку надоело каждый день Выбегать из квартиры С пакетом набитым отходами Появились мусоропроводы Да, несомненно, это удобно Но за этим плюсом удобства Следуют одни минусы Грязь, вонь, антисанитария, шум А потому, следуя программе Комфортное жилье и благоприятная среда В Белоруссии, в частности, в Бресте Принято решение от мусоропроводов отказаться Большинство это решение восприняли на ура Меньшинство встало в позу Категорически нет Так где все-таки поставим запятую в предложении Заварить нельзя оставить Ответ в следующем материале программы Вы за или против мусоропровода? Впротив Обосните Ну, это тарканье Это крысы, мыши Я живу на втором этаже А, во-первых, я живу из-за мусоропровода Самого непосредственно напротив Шум вот этот ночной Бутылки бросает Ну, все бросает Круглосуточно И запахи меня не устраивают Моя позиция за Вот, ну, чище будет в доме Меньше насекомых будет Как бы, ну, не знаю Меньше шума Потому что здесь Это шумоизоляция не очень Допустим, я живу Возьмите самого мусоропровода И слышу, что летит Когда летит То есть, ну, я за только Ну, жильцы вашего дома Не сильно за У каждого свое мнение Кто-то за, кто-то нет Мне не тяжело взять два пакетика Допустим, там Со стеклом, там, с бумагой И с таким мусором зайти Выбросить И вот такое мнение Имеет большинство брещан Понимая, что некогда Пользующиеся спросом Мусоропроводы Уходят в прошлое Дома в новых микрорайонах Ими уже не оснащены Но вот у жильцов Улицы Сальникова С 6 по 18 дом Мнения разделились Кто-то за, другие против Если с Кубжио Города будет Немножечко проще Там более организованная Эта работа сделана То с кооперативными Домами иногда Возникают определенные моменты Сложности чаще всего Это непонимание людей Для чего же это все нужно сделать Есть схема обращения с отходами Есть концепция развития Республики Беларусь По раздельному сбору мусора И это неизбежная ситуация То есть мы планомерно будем Переходить к этой работе И мы по итогам этого года Должны эту работу завершить И жители города Должны будут Весь мусор свой Который От их жизнедеятельности Переносить Именно в контейнерной площадке И конечно стремиться Разделять К процессу заваривания Мусоропроводов Жители и граждане Относятся по-разному На самом деле Кто-то Очень рад этому Ну я вам скажу Это жители Как правило Первых и вторых этажей Да Потому что Кому мусороприемная камера Реально не дает жить Конечно в большинстве случаев Нам приходится Сталкиваться со сложностями О нежелании людей Терять такое удобство На самом деле Это только удобство Больше Потому как есть Говорю правительственная программа Комфортное жилье Благоприятная среда Да И каждый человек Там не то что желает Обязан Разделять отходы Если созданы для этого условия Вот завод как оператор И создает эти условия Для жителей города Строя площадки Организуя места Сбором Сегодня большинство дворов Бреста Имеют специальные Контейнерные площадки Для раздельного сбора мусора В это было вложено И сегодня Вкладывается немало средств Решить проблему удобства Эстетики Чистоты Помогают заглубленные контейнеры Польза от этого проекта Огромна Заглубленный контейнер Сможет вместить в себя Объем пяти наземных баков А это значит Мы избавляемся От многих так сказать Невкусностей Неприятных ароматов И не менее неприятных крыс И другой живности В ближайшее время В Бресте будет установлено Еще 30 углубленных контейнеров И еще 14 до конца года В последние годы Мы практикуем Еще заглубленные емкости Которые нам позволяют На территориях Скажем так С густонаселенными районами Нет возможности Сделать большую площадку На 16-20 контейнеров А заглубленная емкость Одна заглубленная емкость Это порядка 5 контейнеров Евро Вместе При этом Если мы ставим Три емкости Есть у нас места в Бресте Оснащены Тремя-четырьмя емкостями Понимаете Что это 15-20 контейнеров Это только Для смешанных отходов Плюс еще раздельный сбор Это Пол футбольного поля Можно занять Если ставить контейнеры Поэтому Это и есть выход В стесненных условиях Где и с густонаселенным Районом Проживания Граждан Именно использовать Эти емкости Но пока Чаще Встречаются площадки Где есть уже Знакомые контейнеры У каждого из них Своя цветовая система Зеленые для бумаги Синие для стекла Желтые для пластика Количество контейнеров На площадке Зависит от количества Людей Проживающих Вблизи Лежащих домах А также от того Насколько проходная улица Подсчитана Что за прошлый год Благодаря таким усилиям Жители города Собрали Порядка 400 тонн бумаги Свыше 800 тонн стекла И 700 тонн пластика А значит К раздельному сбору отходов Мы уже привыкли Раздельный сбор отходов Ну лично меня это привлекает Мне это нравится Это необходимо делать Потому что Земля наша Как ни крути Но постепенно загаживается И умирает Я дома собираю Мусор в отдельные пакеты А пластиковые бутылки В отдельный пакет И всегда выхожу Их выносить в мусор Мне папа научил А я так делаю Но вернемся к завариванию Мусоропроводов Решение уйти от такого сбора мусора Выверено И имеет практический аспект Раздельный сбор мусора Раз Уход от антисанитарии В подъездах Два Экономическая выгода Три Что такое мусороприемная камера Многоквартирный жилфон Да, с одной стороны Это удобно Рядышком вышел На площадочку Выбросил мусор И все Но с другой стороны Это антисанитария К сожалению Обслуживание этих мусороприемных камер Желает лучшего И, наверное, еще не одна организация Или штучная организация Которые действительно проводили чистку Мусороприемных камер Как позволено С дезинфекцией С полной очисткой С уборкой И так далее Чаще всего это антисанитария От этого и различные насекомые Тараканы И так далее Поэтому, чтобы это избежать Единственный путь Это уходить от сбора Внутри дома А сортировать Вне На площадках вывоз ежедневный Смешанных отходов Что не дает, скажем так Отходам где-то зреть И под температурой 30-35 градусов Полячим солнцем Это все Стараемся Ну это, скажем От завода Как бы пошло Такое Увеличение качества услуги Мы стараемся Перестроиться На ежедневный вывоз Потому что Когда стояли контейнеры С 0,75 Они где-то вывозились И два раза в неделю Где-то три раза Где-то через день И мусоропроводы У нас, как правило Выводятся через день То есть контейнер Все равно там стоит То здесь, опять же Если сравнивать Даже периодичность вывоза То площадка выигрывает Еще одну пользу От заваривания Мусороприемников Отмечают и жильцы Откровенно говоря Когда заварили мусоропровод Сейчас появилось место Где хранить велосипед Проблема отпала Потому что Внизу постоянно Переграждали путь Почтовым ящикам Соседи недовольны Там их бывало И закидывали куда-то Сейчас свой небольшой Закуток Велосипед поставил И спокоен Я за Пускай заварят Чтобы этих микробов не было Бацилл разных Тараканов Пауков Я так думаю Я за Но опять же Это я Допустим за Я умею им пользоваться В смысле Не то что Как Ну Как вообще пользоваться Но есть люди Которые туда борщи выливали Как мы заселились Представьте У вас в кастрюле борщ Испортился Вы просто в мусоропровод Для нормальных людей Это очень удобно Ну а из-за Идиотов Которые Ремонт идет Они палки Ну там Какие-то обрезки Они же понимают Что он не может Так нормально лететь туда И так далее Вот они накидают туда Но станет раком Все забито То есть это Человеческий фактор В любом случае Судьба мусоропроводов Предрешена До конца года Все они будут заварены Так что в каком месте Ставить запятую Исходя из нашего сюжета Мы уже определились Заваривать Нельзя оставить И точка Август традиционно Для любителей грибов Месяц начало Тихой охоты А хорошие погодные условия Отличный повод Лишний раз Отправиться в лес И соединить Приятное с полезным Насладиться красотой Белорусской природы И насобирать Полная лукошка Красноголовых подосиновиков Рыженьких лисичек И крутых боровичков Вот только Собирать грибы Умеют далеко не все Это искусство Требующее чутья Упыта Наблюдательность И внимания Удивившись Собранному грибному Урожаю Своего коллеги Решила И я Отправиться в лес И вот что Из этого получилось Яркие Необычные Шапочки На длинной Короткой ножке Маленькие И большие Вкусные И очень вкусные Речь Как вы поняли Идет о грибах Вторая половина Лета Стала традиционным Сезоном Тихой охоты Для любителей Собирать грибы И сегодня Я Вооружившись Корзинкой Ножом Собрала Свои первые Грибы Заглянув В мою корзинку Может показаться Что урожай грибов В августе месяце Невелик Но это не так Ведь я большим опытом Собирания грибов Похвастаться не могу Но при этом Даже моя маленькая Корзинка Оказалась Наполнена А вот Василий Грищук Опытный грибник За дарами леса Начал ходить Еще в детстве И насобирать Целую лукошку Вкусности Для него Не составляет Труда Любовь к лесу Мужчине привели Родители Теперь Когда наступает Сезон Тихой охоты Василий Вооружившись Необходимым Атрибутом Отправляется В лес За всеми Любимыми Дарами леса Грибами Грибы я люблю Собирать Я их грибы С детства Собираю Как с родителями Пошел Наверное До школы Удовольствие Конечно Особенно Когда найдешь Если Есть такая Погода Что зайдешь Просто погуляешь По лесу И все А как собирать Места Тут Как говорится Куда пошел То где-то нашел А потом уже знаешь Куда ходить Я Собираю Которые я знаю Которые я не знаю Я вообще не беру Я который знаю Я вообще Кем я не отравлюсь Грибная охота Действо захватывающее А еще и результативное Особенно Если знать Где собирать Те или иные Виды грибов Сегодня Многие брещане С удовольствием Проводят время За сбором Лесных лакомств Это и приятный отдых И возможность Пополнить запасы На зиму Однако Есть и те Кто не умеет Собирать грибы Ведь это искусство Требующее Чутья Опыта Наблюдательности И внимания Потому Чтобы так же Запастись Теми или иными Дарами леса Брещане Отправляются На брестский Центральный рынок Собираю Красоту Эту Домачивая Сначала С детства У меня Это было Хобби Теперь Превратилась Немножко В заработок Проходим Лабораторию А потом Идет На прилавок Заметно Что Татьяна Относится К своим покупателям С заботой Каждую партию Собранных грибов Женщина Сдает на анализ В лабораторию Где они Проверяются На опасные Вещества Ее продукция Всегда проходит Обязательную проверку На нитраты Начался сезон Грибов Поэтому Обязательно Нужно проверять Их на радиацию Кто приходит Продавать на рынок Обязательно К нам приходят В лабораторию Проверяют Дело в том Что дождей мало Поэтому грибов Еще тоже мало Но уже начали Появляться Лисички Подосиновики Грибной сезон Начинается с августа И по октябрь месяц Ближе Чем глубже осень Тем больше грибов Потом начнутся зеленки Польские Которые Больше накапливают Радиацию Больше в этих грибах И каждый год У нас есть превышение Это по зеленкам И по польским грибам Сказать, что в будние дни Рынок уже изобилует Грибными предложениями Нельзя Но лес По заверению Грибников В этом году Очень даже щедр Сегодня на прилавках Можно встретить Боровики Лисички Подосиновики И подберезовики Покупателей Довольно много Например Лисички Расходятся на ура Люди активно Интересуются Откуда грибы А заодно Хотят узнать Где самые Грибные места Ведь некоторые В ближайшие выходные Сами собираются На тихую охоту Вот только К самостоятельному Сбору грибов Нельзя отнестись Легкомысленно И невнимательно Вспомните игру Из детства Съедобное Несъедобное С грибами Похожая история Только ставки Гораздо выше На кону Стоит о здоровье Человека Некоторые Отправляясь За На мою Тихую охоту Не знают То что Они ищут И собирают Грибы Какие попало Некоторые Которые Разбираются В грибах Собирают их Не там Где В общем-то Надо И необходимо Употребив В пищу Ядовитые грибы Симптомы Обычно Наступают Быстро Некоторые Могут Развиться Уже Через полчаса Через час Могут быть Какие-то Отсроченные Которые В течение Шести часов Последующих Развиваются Но тем не менее Все они Похожи На Обычные Отравления И Сопровождаются Тошнотой Руотой По носам Каждый год Проходит Порядка Десяти Пятнадцати Случаев За сезон Отравления Грибами Но Не все Они Заканчиваются Скажем Такими Глубокими Расстройствами Чтобы не Оказаться В реанимации Нужно Просто Соблюдать Элементарные Правила Если Все Сошлось Ко времени И к месту Тогда После Приготовления Консервированных Боровичков Опят И лисичек На зиму У вас Получатся Настоящие Изыски Общение С животными Отличная Терапия От любой Хандры Особенно Когда Речь Идет О собаках С их Влажными Носами Весело Виляющими Хвостами И выражением Безоговорочной Любви К человеку В глазах Нет Своего Питомца Не беда Три дня В городе Бресте На территории Грибного Канала Проходят Необычные Зрелищные Соревнования У лучших Кинологов Из Беларуси И России Кубок Зубра Три Понаблюдать За профессиональным Выполнением Команд Четвероногих И получить Заряд Энергии Отправилась И наша Съемочная Группа Безукоризненно Выполнить Любую Команду Хозяина Найти Спрятанный Предмет Или Встать На защиту Такое Можно увидеть В Бресте Где на протяжении Трех дней Проходят Зрелищные Соревнования Сильнейших Кинологов Из Беларуси И России Кубок Зубра Три Все этапы Инструкторы Их питомцы Проходят Вместе Четвероногие Демонстрируют Самые Различные Навыки Кто В этом Тандеме Главный Непонятно Но ясно Одно Они Настоящая Команда Сегодня Турнир Кубок Хорошая Возможность Для специалистов В данной Сфере Проверить Свои силы И пообщаться С коллегами По цеху Кубок Зубра Проходит Уже В третий Раз В Бресте Это Спортивное Мероприятие Профессиональных Кинологов Ну и любителей Наверное Которые Включают В себя Три раздела То есть Первый раздел Это Работа По следу Собака Ходит след Находит предметы Определенные Нормативы Выполняет Второй Раздел Это Собака Слушается Преодолевает Различные Препятствия Работает В определенной Спортивной Манере Третий Раздел Это Защитная Работа Андрей Рогов Со своим Напарником Немецкой Овчаркой По кличке Беркут Вместе Служат В Белорусском Департаменте Охраны Каждый день Они вместе Стоят На страже Нашей безопасности Но помимо Того Что Четвероногий Друг Андрея Служебный Пес Он еще И спортивный Уже успел Поучаствовать В различных Чемпионатах И соревнованиях Уже приобрел Бесценный опыт И закалил Характер Вот только Чтобы добиться Результатов Андрею В первую очередь Пришлось Завоевать доверие Своего Четвероногого Друга Товарища И компаньона Путь был Очень тяжелый Тернист Данный Пес у меня Прямо С щенка С маленького С двухмесячного Возраста И Вот по сей день Вот этот срок Два с половиной года Сейчас ему Мы продолжаем Все же тренироваться Совершенствоваться То есть На достигнутом Мы не останавливаемся Веркут По своей Стихии Он охотник Собака Она тоже охотник Птица Это очень Быстрая Соответственно Веркут Вот с его характером Все же связан Он тоже очень Быстрый Очень холеричный В этом есть Конечно Свои плюсы И сложность Хочешь сказать что-то? Да Молодец За Вот этих Два года Прямо Ну Очень Почти породнились Можно сказать То есть Он Чувствует себя Как членом семьи Дома Он спит на диване Да Там Гуляем Ну То есть Полноценный член семьи Выходя на поле Было заметно Каждая собака Работает с отдачей И энтузиазмом При этом Всегда на позитиве Впрочем В скверном расположении Духа Здесь вряд ли Кого бы Получилось Упрекнуть И хотя Другой участник соревнований Немецкая овчарка Осман Встречает нас Заливистым лаем Намека на агрессию В таком поведении Нет Эмоциональную реакцию Хозяйка Анна Орлова Объясняет тем Он просто доволен Результатом Пройденного этапа Соревнований Для красавца Брюнет и его хозяйки Это первое Совместное выступление Потому свое Участие в турнире Команда расценивает Скорее как Полезный опыт Нежели претензии На победу Все получилось Да Были как Созвучил судья Недочеты Мы о них знали Пытались поправить Скажем так Я скажем так Именно Это собака Мамина Она владелец Я просто попробовала С ним Скажем так Выступать Мы начали Скажем так С этого года зимы Скажем так Пробовать Скажем так Я Скажем так Как проводник В целом Ну Скажем так Все получилось Скажем так Волновалась Конечно Но Скажем так Когда Уже вышла на старт Я думала о собаке Да Понаблюдав За несколькими выступлениями Понимаю Что только Сильная собака Уверенная в себе С хорошими генами Задатками Может проводить Такую серьезную работу Которую Демонстрировали На турнире Всем собакам Которые здесь выступают Барьеры покоряются Скажем так Вопрос в том Есть ли Наученность Стопроцентная наученность Преодолевать их По команде Или нет Если Потому что Здесь Участвуют Только исключительно Здоровые собаки По своему Физическому По своему Физическому Здоровью Вот А Да Бывают ошибки Бывают ошибки Что делать Это спорт Это собаки Это Это непредсказуемо Завтра пройдет Заключительный этап Соревнований Где четвероногие Смогут продемонстрировать Себя на приемах Защиты и атаки Еще есть Время увидеть Все воочию Это были Итоги недели У которых Как всегда Свои герои И свои события Какими их увидели Корреспонденты Бук ТВ Жизнь всегда проще Если понимаешь Как и что происходит Мы встретимся Снова уже На грядущей неделе Будут новые темы И новые герои А если вы знаете То что неизвестно Нашим корреспондентам Звоните Номер в Бресте 54 63 67 Ну а мне остается Только добавить Это было Ваше телевидение Семейный канал Бук ТВ Я Анастасия Мелешкевич Говорю вам До встречи И как всегда Желаю Мира стабильности Здоровья И добрых новостей В ваших домах Редактор субтитров А.Семкин